Ну давай тогда следующей теме, потому что раз знаки, то может быть это все не зря. Я хотел о некоторых знаках, очень важных, поговорить. Давайте я вам сейчас прочитаю новость, потом чуть-чуть о ней коротко расскажу. Главный раввин Москвы покинул Россию, он отказался поддерживать войну в Украине. Первое, первый факт, который вам надо знать. Их будет три. Внимание, чуть-чуть подробнее про первый факт. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию из-за отказа публично поддержать войну в Украине по требованию властей. И не только из-за болезни отца, как он сам утверждал раньше. Об этом в своем твиттере рассказала журналистка и невестка Равина, Виталь Чижик Гольдшмидт, которая, собственно, вчера и призналась, что Пинхас Гольдшмидт покинул Россию именно по политическим мотивам из-за давления и нежелания что-то говорить про то, что специальная военная операция в Украине, как называют ее Путин, а именно война в Украине, это хорошо. Тут важный момент, что сразу после того, как появилась эта новость, новость эту на самом деле... А Виталь написал об этом в своем твиттере вчера поздно вечером, сегодня ее все перепечатали, уже заметили, и сразу после этого московская хоральная синагога написала такое, знаете, добавление к этой новости, некое уточнение, почти опровержение, что нет-нет, уехал Пинхас, главный раввин Москвы, исключительно по личным соображениям, потому что у него вот там родственники, с отцом не все хорошо. Внук родился. Внук родился, и вообще это к войне никакого отношения не имеет, вообще скоро в Россию вернется. На что, кстати, нам сказали наши источники, что в ближайшее время возвращаться вообще он не собирается, и, конечно же, сообщение московской хоральной синагоги звучит как попытка тех, кто остался, некоторым образом спасти себя. А Пинхас, видимо, уехав, позволил себе наконец сказать, что же на самом деле происходило. То есть, чтобы вы понимали, это одна из четырех основных конфессий о иудаизме, я имею в виду, в Российской Федерации, и Бер-Лазар, такой раввин есть, ну такой вполне себе лояльный власти раввин, но, тем не менее, приходит к Путину на всякие приемы и с ним лично общается. Вот один из высокопоставленных раввинов городом, не России, а города Москвы, говорит, что хватит давить на нас из-за войны, мы этого делать не будем. Это еще не все. А следующая новость, внимание, второй факт. Два факта я рассказал, про хоральную синагогу добавил, я потом два слова про хоральную синагогу скажу в самом конце. Это для меня личное, меня там обрезали, я кидыш-кадыш по отцу читал. Не обязательно было так говорить. Надо было. Это просто лично моя синагога, когда хожу, она лично моя. Ну, в смысле, лично моя вот в таком вот, в этом смысле. Она мне дорога. Там висела в свое время табличка, когда я был маленький, с молитвой за здоровье правительства СССР. Прямо рядом с Торой. А потом ее сняли, когда СССР развалился, и повесили нормальную молитву, которую хотелось читать в московской хоральной синагоге. Не за другую партию. Не за партию. И так было хорошо. А потом Пинхас уехал, и вот я думаю, сейчас повесят, заставят, или сами, наверное, заставят повесить молитву за Владимира Путина туда. Или уже, может, она там висит. Что там сейчас висит? Ну, вообще, нужно понимать, что... Хотелось бы посмотреть. А кадры же я там по отцу читал, поэтому мне важно, что там будет висеть. С началом войны в Украине надо понимать, что, конечно же, российская власть взялась не только за пропаганду, например, да, но и религию в стране не оставила буквально... Совсем. А вот смотри. В первые месяцы войны я хочу напомнить, я хочу напомнить, что был целый круглый стол организован с представителями всех основных конфессий, распространенных на территории России, где представитель каждой конфессии, там, православной церкви, ислама, буддизма, и, собственно, кто-то из раввинов тоже там был. Иудаизма, да. Да, да. Я напоминаю тебе. Это называется иудаизм. Выступал и по-своему, по-своему оправдывал российское вторжение. Мы хотим поговорить о том, как эта война, собственно... А влияет, собственно, на людей, которые верят в Бога и говорят об этом другим людям. То есть могут вокруг себя собрать паству. И прямо сейчас с нами Альберт Рапкин, епископ. Протестантской церкви, если я не ошибаюсь. Правильно ведь, Альберт? Да. Приветствую вас. Альберт, приветствую вас. Я очень коротко еще один третий факт, про который я не успел рассказать, увлекшись рассказом про свою хоральную синагогу, в которую ходил. ЕСПЧ обязал России выплатить свидетелям Иегова 3 миллиона евро и отменить запрет организации. Вы, наверное, помните, все вы, здесь в нашем эфире собравшиеся и наши зрители, что несколько лет беспонятные мне причины на свидетелей Иеговы ведутся прям репрессивные действия. Их закатывают в асфальт. И все это время я лично задаюсь одним единственным вопросом. Их-то за что? Ну почему, вернее, их, а не кого-то другого? Почему их выбрали? Я начинаю предполагать, поправьте меня, если я не прав, может быть, это было связано именно с войной. И сейчас нам стало понятно, почему же их два года закатывают в асфальт. Что вы думаете? По свидетелям Иегова? Ну, например, по ним. Мне кажется, что это религия, ну, торг с западом. Давно уже идет. Это безобидные люди, верующие. Там привязались к ним, если вы знаете, за переливание крови, за отказ служить там в армии, еще за что-то. Это все по-жи-причиной только. Такое впечатление, что есть какая-то штука, которая связана с тем, что вот если вы можете вокруг себя собрать паству и сказать что-нибудь про то, что нет войне, ну, например, или что-то другое, похожее на это, то вами надо позаниматься поплотнее, как-то взять вас под контроль. Вы чувствуете такой контроль? Да уже давно занимаются. Слушайте, это не новость. Уже давно все религиозные организации под колпаком, под контролем. Я входил в один протестантский союз, недавно вышел, наверное, полгода назад уже. Вот, я выступал, давно говорил, что с 16-го года внедрили, не просто внедрили, а взяли на зарплату сотрудников ФСБ. И причем в хорошем таком вызвании. Вот, ну, куда это годится? Слушайте, если в советское время внедряли, да, КГБшников, то сейчас сами взяли на работу. Заставляют платить вам еще ему его зарплату. Да, знаете, парадоксальная ситуация. И если ты начинаешь говорить об этом, то немедленно там идет давление. И непростое давление, я понимаю. А какие функциональные обязаны? Да, вот я тоже самое хотел спросить, а в чем его функция? Функция? А вы удивитесь. Главный советник начальствующего епископа. Главный советник. Советник. Что он делает на работе? Советует. Советует. Ой, слушай. Вы упомянули круглый стол. Он был на круглом столе, сидел сзади мусульман. Курирует, контролирует постоянно везде. Ни для кого не секрет, что все религиозные лидеры бегают на одну или на вторую площадь. Или на пьянку бегают. То есть это работа партработника? Партработник. Слушайте, я несколько лет начал свой канал. Вот за что мне прилетело, сразу же началось давление, взгляд с небесной. Я веду его, начал разговаривать. Вот у вас только Марк Фегин был. Первый, наверное, из политиков был у меня на канале Марк Фегин. И сразу обвинили, что это враг народа, как-то его туда и с такими разговаривать нельзя. И начальствующий епископ кричал там и говорил, что его уже два раза в администрацию президента вызывали. Что-то наш епископ себе позволил. Или партбилет на стол. Или пусть с епископства уходит и занимается блогерством. Тогда у нас с ним будет другой разговор. Вот понимаете, да, где мы живем и с чем мы живем. А мне интересно, вот в случае конкретно с специальной военной... И вы в России, я поэтому просто, чтобы понимали наши зрители, то, что вы говорите, ценно во всех смыслах. Но для меня лично, еще и как, извините, некоторый такой, ну, довольно личный подвиг. Я не уверен, что я бы так спокойно говорил о том, что знаете вы, находясь в России. Вы в России, поэтому давайте я буду называть вещи не своими именами. На российском. Специальная военная операция, какое отражение в деятельности этих советников нашла себя? То есть, что можно и нельзя священнослужителям, о чем их просят, делать или не делать? Ну, просят всех одно, вы правильно сказали, и все должны поддерживать это. Вот этот круглый стол, а вообще мы не понимаем, да, и вы, и я, вот видите, вы говорите по-российски, надо говорить. В чем отличается война от военной операции? Более гуманное оружие или более как-то гуманно украинцев убивают, я понять не могу. Что автомат Калашникова по-другому как-то украшен или стреляет по-другому? Или у танка другие какие-то там снаряды? Нет, конечно. Как бы вещи ни назывались, они есть. А правильно я понимаю, что церковь любая, приход любой, как и раньше, но только раньше это было, кстати, применительно к мусульманам, особенно на Северном Кавказе, беспокоят власти в том смысле, что люди собираются вместе. Вот именно этот момент особенно важен. Мне кажется, вопрос глубже. Вот это, знаете, я посмотрел со стороны. Было же, ну, скажем так, три круга. Религиозный круг, вот этот в Госдуме, то, что происходило. Мне кажется, это третий круг был, который был... Ну, первый круг, когда президент собрал, вы помните, да, Совет Безопасности, всем известный. Второй круг, когда собрали бизнесменов. То есть власть, бизнес и третий круг, это религия. Вот как я на это смотрю со стороны. И везде нужна была своя поддержка от каждого. Она требовалась. Религия, наверное, чтобы как-то морально легализовать то, что сегодня происходит. Но с нами Бог вот это вот. Да, и все, и все лидеры, все как один заявляли, неважно в какого Бога они верят, они все заявляли свою поддержку. Там ужасные вещи были. Я не знаю, слушали бы этот круглый стол. Я просто за Берлазара волнуюсь, потому что вот Пинхас уехал, а Берлазар остался. Он выглядит как то ли заложник, то ли человек, который продал душу дьяволу из того, что он говорил. Или я не понимаю, о чем это? Он на круглом столе не был. Но там, наверное, какие-то более другие экономические интересы. Потому что много же пишут про Берлазара. Или он в очень сложном положении находится? Я думаю, что все священнослужители в очень сложном положении. Я пример приведу архиепископа Лютеранской церкви Дитриха Брауэра. Он уехал тоже. Его вывели из Совета при президенте по религиозным общественным организациям. И когда он уехал, в самом начале этой военной операции, он дал интервью. Он в Германию уехал, дал интервью. Хотя эта конфессия самая обласканная среди протестантов была и представлена в Совете при президенте. Но вот не выдержал человек, тоже уехал и тоже высказался. И тоже последствия пошли. Не знаю, вернется или нет. А уехать для вас, вот лично для вас, взять и уехать сейчас, спасая себя, с точки зрения служения, это возможно или невозможно? Давайте обсудим это. Да возможно-то все. Любой человек вправе выбирать. Я выбрал быть здесь, служить людям, спасать людей. Спасается же, ну мы же не душу свою здесь спасаем, не тело свое, а мы людей спасаем. И бежим от чего-то. Ну разные времена были. Ковид прошел, сейчас война идет и пройдет, наверное. И потом еще неизвестно, какие беды грядут. Но священники же должны быть. Спасибо. Спасибо большое. Мне нужно извиниться перед Берлазаром, его не было на этом круглом столе. Это моя мило. Извините. Извините меня, пожалуйста. Я от души извиняюсь. Спасибо большое вам. Я благодарю нашего гостя Альберта Раткина и епископа. Тут в чате в нашем спрашивают про ваш YouTube канал. Я прямо сейчас скину ссылку на YouTube канал Альберта Раткина в чат на YouTube. И, наверное, попросим еще наших редакторов поставить ссылочку в описании, если вы будете смотреть это в записи. Надеюсь, эта ссылка там уже будет. Очень интересный канал, который называется «Взгляд с небес». Канал называется «Взгляд с небесный». Между прочим, почти 15 тысяч подписчиков. Очень активный блогер Альберт Раткин. Рад, что мы познакомились. Про ФСБшника из... Ну, скажи, скажи, что... Это прям вот конкретно. Вот верните мне мой 87-й. Как с чего начали? Это настолько фантастично. Ну, конечно, это пораньше. Просто в тот момент это уже было немножко все вырождалось. Это превращалось вот в плесень и в липовый мед. И мы прямо в этом липовом меду сейчас сидим с ног до головы. И в перьях после Федорова немножко. Да, нужно... Еще приходят тут интересные новости практически в тему. В Петербурге арестовали священника, который заявлял, что погибшие в Украине российские военные не попадут в рай. Этого священнослужителя зовут Иоанн Курмаяров. Я не знаю, кто он это знает. Но при всем уважении к тому, что я за его антивоенную позицию, мы не знаем, к сожалению. Мы, к сожалению, да, не знаем. Это вот Путин знает, куда там кто попадет, в рай или кто там... Он собирается, а мы все просто... Ну, он какой-то просто список ведет, по-моему. С Путиным все непросто. Вот Путин точно... Так вот, ну, на самом деле, дело-то очень простое. Дело все о том же, о фейках, про российскую армию. Вот теперь и священнослужители туда же. Ну, в качестве, а что поговорим, может быть, про мучеников и святых. Эта война много людей подарит, которые станут церковью потом... Вот ты сейчас начинаешь говорить, как Владимир Путин, про мучеников, про то, что... Только там люди есть... Богоспасаемый народ. Да, вот летчик, который спасался с Азовстали. Я бы, честно говоря, на эту территорию уже не заходил. Я бы, честно говоря, молился, так. Ну, неважно. Поехали дальше. Поехали дальше. Продолжение следует...